МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ахка получили новое медицинское оборудование. Сергей Лавров и Мухаммад Джавад Зариф обсудят ситуацию вокруг Арцаха. Нормализация отношений с Анкарой и Баку в Армении выдушевлены лишь турецкие лоббисты. Скрытые сокровища Западной Армении – водопад Тигрнакер, близнецы. 15 января 1856 года в Париже вышел первый армянский периодический журнал «Масяц Агавни». Президент Республики Западной Армении Арманак Абрамян сослался на материалы, распространенные российским периодическим изданием «Коммерсант». Президент выразил несогласие с данным материалом, отметив, что в результате трехсторонних переговоров железнодорожная ветка проходит через границу Западной Армении на Хачеван. И с ним не было никаких обсуждений, не было устного или письменного разрешения. Президент Республики Западной Армении Арманак Абрамян еще раз напомнил. Конференция в Сан-Рема, состоявшаяся в 2020 году, на которой обсуждался вопрос Армении, в том числе Арцаха. Участники конференции попросили президента США Уидра Уильсона взять на себя мандат Армении и выступить в качестве посредника в прояснении ее окончательных границ. В части соглашения с Турцией по Армении было решено указать, что Турция, Армения и другие договаривающиеся стороны согласились обратиться за посредничеством президента США по вопросу границы Турции с Арменией в границах провинции Эрзрум, Трапсон, Ван и Бетлис и условия для выхода к морю Армении. Сейчас в этом вопросе турки спешат объявить, что вопрос Арцаха решен или находится в процессе решения путем заключения каких-то соглашений, но Армения, восточная, не должна подписывать с этими государствами соглашение, по которому она признает границы Турции и Азербайджана. Кроме того, этот маршрут проходит по Нахачеванской автономной республике, а другой маршрут будет действовать через территорию республики Армения, которая соединит Азербайджан с Нахачеванью, что, в свою очередь, будет способствовать заселению и развитию этих территорий азербайджанским элементам. В этом случае республика Армения должна признать Арцаха и Нахачеван частью Армении и предпринять шаги по их возвращению. Совместными усилиями необходимо создать ситуацию для реализации арбитражного решения Уильсона. Участие Турции в этой войне и шаги, направленные на нормализацию отношений с Арменией, имеют особую тенденцию, так как сегодня Турция всячески пытается войти в Евросийский союз. И это не будет реализовано до тех пор, пока с Арменией будут пограничны территориальные споры. В этом случае все армяне должны сосредоточить свои усилия, предложив взаимовыгодное решение и вернув территории Западной Армении. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Ан Линде, в числе приоритетов, представленных Постоянному Совету, отметила урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта. Как передает Армен Пресс, об этом сообщается на официальном сайте ОБСЕ. Урегулирование региональных конфликтов остается нашим главным приоритетом, сказала Линде, отметив кризисы вокруг Нагорного Карабаха, Украины, Молдовы, Грузии и Белоруссии. ОБСЕ в 2021 году председательствует Швеция. Медсестрам из села Халкиалакского муниципалитета Джавахка было предоставлено новое медицинское оборудование и материалы для преодоления социальных трудностей, вызванных эпидемией COVID-19. Новое медицинское оборудование было закуплено в рамках проекта ЛАК и ЭнПАРТ-2, реализуемого муниципалитетом. Всего в Халкиалакском муниципалитете 44 сельских медсестры получили новое медицинское оборудование и материалы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавадзариф обсудят ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Как сообщает Армен Пресс, об этом на брифинге 15 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 26 января министр иностранных дел Исламской Республики Иран посетит Москву с рабочим визитом, в ходе которого встретятся с главой МИД России Сергеем Лавровым. Планируется продолжить обмен мнениями по ряду международных вопросов, включая текущую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, ситуацию в Сирии и Афганистане, сказал Захарова. В ходе министерской встречи будут обсуждены и другие вопросы, представляющие международный интерес, представляющие взаимный интерес. В Армении заинтересованы в скорой нормализации отношений с Анкарой и Баку те люди, которые до войны получали гранты из Турции, то есть лоббисты. Об этом на встрече с журналистами 15 января заявил доктор исторических наук Айк Демаян. По его словам, для этих людей есть только гранты. А что будет потом с Арменией, армянским народом их не интересует. Для них получение грантов важнее, чем вопрос безопасности государства. Мы видели, как в 2020 году были организованы в кавычках мероприятия в рамках годовщины геноцида против армян. Мы помним, что было снято слово «требование» из известного лозунга. Была сделана попытка выдвинуть идею защиты, а сцены насилия, например, были отодвинуты на второй план. Это говорит о том, что ведется работа по организации совместного сосуществования и принудительном в порядке, да еще и на фоне агрессивного подхода со стороны Турции, отметил он. Провинция Чермик в Западной Армении, занимающая прочное место в области термотерапии, станет новым парком для любителей природы с ее двойным водопадом и пешеходной дорогой. В Чермике много исторических, культурных и природных красот, таких как лечебные водные ресурсы, положительно влияющие на многие болезни гора Геленгик. Так называемый золотой треугольник Месопотамии, где находится водопад Близнецов и пешеходная дорожка, является одним из самых удобных мест для тех, кто ищет изолированный маршрут во время эпидемии. Напомним, что термин «чермик» происходит от армянского слова «джермук», что на самом деле означает «горячая минеральная вода». Журнал «Масяц о говни» с подзаголовком «Авета бэр, а я стоянц» попубликовался в 1856 по 1858 годы в Париже на армянском и французском языках, с 1860 по 1865 годы в Феодосии на армянском и русском языках. Редактором-издателем был Габриэл Айвазовский. Целью здания было познакомить их с достижениями европейской цивилизации, науки пробудить любовь к искусству и ремеслам, которые будут способствовать нравственному воспитанию людей. Он придавал большое значение образованию и науке, публиковал научно-популярные педагогические и исторические статьи. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Ардвин Хамуит. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром.